Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. И похоже, этот «Голос здравого смысла» пытаются заглушить. Я сейчас говорю о том, что происходит в социальных сетях, о том, что делают YouTube, Twitter и так далее. Это касается не только, так сказать, больших политиков, республиканцев, объявления или какие-то адвертайзинг, которых они допускают или удаляют. Даже президента адвертайзинг удалили с Facebook. Это касается и блогеров, и комментаторов. И вы, в частности, тоже попали в эту категорию. Вот чуть-чуть об этом. Да, совершенно точно. У меня, в принципе, уже снимали несколько видео и с YouTube, и с Facebook в прошлом. Но там это происходило, как я понимаю, кто-то там начинал писать, не нравилось. Ни в одном из тех видео, которые у меня сняли, не было ничего, никаких призывов к насилию, ни обманов, ни подтасовок. Ну, просто мое мнение о поводу происходящего. Но это заняло какое-то, так сказать, время снять их, потому что, так сказать, находились какие-то там товарищи, которым не нравилось мое мнение. И они писали, наверное, я так понимаю, что-нибудь, что я там детей предлагаю резать на куски. Однажды даже мне удалось восстановить, сейчас уже не помню, то ли на Facebook, то ли на YouTube, потому что на Facebook одно видео. Потому что кто-то там все-таки посмотрел и выяснил, что никакого отношения, то, что я показывал и говорил, к тому, что якобы о нем писали, там не было. Но вот что меня очень удивило сейчас, я поставил видео, которое просто анализировало ситуацию о том, что происходит на улицах, кто с моей точки зрения... С моей причем и говорил, я сказал, что моя точка зрения, все эти бунты, грабежи и прочее, прочее, организовал, почему он их организовал, он и они и тому подобное, кому это выгодно. И в это время показывал те самые кадры, которые просто, так сказать, ничего специального у меня нету, я беру с интернета то самое, что показывают всякие, так сказать, телестанции, блогеры и тому подобное. И как иллюстрацию к моим размышлениям, словам я туда ставил это. Заняло где-то 20 минут для YouTube, я поставил на два канала, у меня есть два канала на YouTube, один русский, а другой англо, это было видео по-английски, я поставил его на оба канала. На втором написал, на русском написал, что извините, что это по-английски, но это важно, и кто умеет, так сказать, и понимает, то пусть послушает. А за 20 минут у меня сняли оба, то есть моментально совершенно, и написали мне, что это нарушение было, то, что они написали community standards. Community standards это, значит, стандарты нашего совместного жития, которые описаны у них там где-то, по-моему, 160 или 180 страниц с мелким почерком, поэтому там может быть записано вообще все, что угодно. Больше мне ничего не объяснили. Тогда я, значит, уселся, у них там есть возможность апеллировать, и написал апелляцию. И там написано, в течение 48 часов они мне ответят, и приголосовался ждать. Я послал апелляцию, не прошло и двух минут, как мне пришло следующее сообщение. Уважаемый господин Вайнстайн, мы еще один раз внимательно посмотрели ваше видео, оно там где-то на 25 минут, изучили вопрос, и посоветовавшись, то есть все это они успели сделать за приблизительно 90 секунд, я так понимаю, и посоветовавшись, решили, что все-таки ты нарушаешь наши стандарты нашего общежития. Не объяснено именно что, просто нарушаешь стандарты. И мы снимаем тебя с ютуба на 7 дней, то есть 7 дней ты не можешь ставить ни комментарии, ни видео, вообще ничего там дела, только можешь смотреть, если хочешь. А через 7 дней мы тебя восстановим. Но если еще один раз, не дай бог, значит, кто-то напишет, и ты скажешь, что ты нарушаешь, и мы выясним, что ты нарушаешь, я вам гарантирую, что завтра кто-то сделает, то мы тебя вообще снимем с ютуба. Значит, ну, сначала о том, как бороться, а потом, так сказать, к сути этого дела. Значит, у меня, так как никто не представлялся, что из платформы, из, как они все время говорили, ютуба, фейсбук, мы просто, так сказать, такой вот стенка. А вы на эту стенку лепите, чего хотите, когда пришпиливаете, мы вас ни в коем случае там не ограждаем, поэтому мы не являемся печатным изданием, редакцией, мы, так сказать, ничего никуда не вмешиваемся, ну, там, может быть, за исключением, там, прямых призывов к нарушению закона, убить нельзя, там, так сказать, там и тому подобное. То есть вещи, которые ты, там, кровь проливать призываешь других. Вот это, значит, ну, терроризм, что называется. А кроме этого мы вообще не трогаем ничего, поэтому их освободили от определенных, там, и выплат, и определенных судебной ответственности, их нельзя судить за то, что они просто, вот, стенка, на которую, так сказать, ты вешаешь объявления, разные рассказы. Так вот, несмотря на все вот это, они начали действовать совершенно по-другому. А мы, глупые люди, поверили в то, что они действительно стенки, и начали там растить то, что называется, базу тех людей, которые, вот, слушают, смотрят, согласны, там, хотят знать твое мнение. И у меня там, по-моему, 63 тысячи человек сейчас подписалось, а некоторые видео смотрят 200, 300, 500, даже, так сказать, миллион 200 тысяч человек. А, значит, если они меня закроют, я полностью потеряю труд, как минимум, в четырех лет, которые я туда вложил для того, чтобы создать эту аудиторию. Либо я должен играть по их правилам и быть паинькой, и говорить все время, какие хорошие, значит, левые, как они молодцы, как они все правильно делают. А делать этого, естественно, не собираюсь, потому что совершенно другая причина, так сказать, моего пребывания там. И я буду действовать следующим образом. Значит, в данный момент я предлагаю всем тем людям, которые меня слушают и хотят слушать, смотреть на меня далее, подписываться также и на мой блог. Я разместил на ютюбе и на фейсбуке название блога и как туда подписаться. Потому что, значит, я буду... Раньше я на этот блог просто ставил линк, копию, значит, сноску с ютюба. А сейчас я буду просто туда закачивать информацию на этот блог. И, так сказать, с этого блога уже, так сказать, все те люди, которые подпишутся, будут, как только я ставлю новое видео, новое аудио или новый рассказ какой-то туда, все равно же будут получать сообщение, что вот если он поставил то-то и то-то, если хотите, кликните сюда, и оно у вас откроется. А далее я буду на ютюбе и на фейсбуке, после того, как я это сделаю, просто ставить там 30-секундное видео о том, что, дорогие друзья, там-то и там-то закачано то-то и то-то и то-то. Кликните сюда, и вас, так сказать, перевезет твое. То есть, теперь меня как бы угадить не за что, я ни к чему не призываю. Я просто говорю, идите туда и посмотрите то-то. А дальше, в дальнейшем, я думаю, я создам также и свой собственный веб-сайт, чего я никак не собирался делать, потому что это, так сказать, отдельная работа и тому подобное. Уже купил вчера название leonweinstein.com и, наверное, не знаю, сто процентов, наверное, буду его делать. И тогда буду все выставлять там и одновременно на блоге, потому что блог тоже чужой, завтра они тоже решат кого-нибудь там закрывать, цензуировать и тому подобное. То есть, это происходит не только со мной, как вы понимаете, это вообще повсеместная борьба с, что называется, правыми темными силами. То есть, нам с вами, теми людьми, которые не считают, что одна раса лучше другой, которые не считают, что одну расу надо принимать университеты, скажем, с плохими оценками, в то время как другие расы с хорошими оценками, которые не считают, что, как вот в Лос-Анджелесе есть предложение одной расы не брать налоги вообще, потому что они страдали очень долго, там, сто лет тому назад они были рабами. Я не помню, что у меня были рабы, не помню, что мой дедушка рассказывал, что у него были рабы. Единственное, что я помню, что написано в книжке под названием Библия, Ветхий Завет, что евреи были рабами в Египте. Может, нам, египтянам, счета выставят сейчас. Ну, в общем, борьба, это, к огромному сожалению, односторонняя, потому что левые захватили не только прессу, а также и все, так сказать, те средства, где мы с вами другим общаемся, социальные сети. К сожалению, правые до сих пор не создали ни одной, не знаю, почему так получилось. А для этого нужно и знание огромное, и много очень денег, и т.д., и т.п. Уже те времена, когда в гараже ты что-то делал для интернета, оно потом вырастало, кончились, потому что уже огромная конкуренция. Значит, что-то новое будет возникать, какое-то новое поле деятельности, там снова будут возникать люди, которые будут в гараже это делать. Но на сегодняшний день нельзя в гараже что-то сделать, и весь мир начинает этим пользоваться. Значит, либо надо добиваться, чтобы действительно это была, так сказать, как вот стенка, на которой ты можешь что-то вешать, либо надо создавать что-то свое, так сказать, либо надо вот придумывать ходы, как внутри их системы, которую они создали. Что называется, кто предупрежден, кто отвооружен, бороться с ними. Значит, ситуация в этом смысле очень плохая. И, к сожалению, как мы выяснили, два года назад, полтора года назад было заседание, такой большой отчет комитета, которым руководит Круз, сенатор Круз в Сенате, где, кстати, демократ Эпстайн, не тот Эпстайн, другой, докладывал о том, как влияют социальные сети на, так сказать, избирателей, и выяснилось, что порядка пяти миллионов избирателей в Америке в 2018 году поменяли свое мнение исключительно из-за влияния социальных сетей и позволили демократам захватить Конгресс. И он, будучи демократом, сказал, мне, конечно, нравится, что демократы выигрывают, но это ужасно то, что происходит, а надо с этим как-то сражаться. Но вот пока что этот же самый Конгресс нам сражаться с этим не дает. Поэтому в этом смысле ситуация очень плохая, совершенно необходимо искать возможности нам друг друга оповещать и друг с другом разговаривать, помимо сетей. Вот сейчас мы с вами, ну сколько человек услышало в Чикаго там и рядом радио. Значит, ну да куда-то подписываться, господа, если будет желание и возможность, идите на мой блог Леон Вайнстайн, на WordPress, подписывайтесь или зайдите на мой Facebook, YouTube, посмотрите, как это сделать, и подписывайтесь, и будем думать, как нам создавать помимо социальных сетей свои способы общения. Да, Конгресс не позволяет нам бороться с соцсетями, но, собственно, когда проходили слушания, такое впечатление, что, ну, это цирк на самом деле, потому что те люди, которые задают вопросы руководителям этих компаний, чувствуют себя обязанными этим компаниям, потому что там немерено денег, и они покупают этих самых конгрессменов, сенаторов. Даже не деньгами, а позволяя им пользоваться услугами этих компаний и мешая тем, кто против них. Ну, и если вы посмотрите, сколько денег на избирательную компанию тех или иных политиков отпускает и Google, и Facebook, и Twitter, и так далее, то все становится ясным, что это такое показательное выступление, разговоры-разговоры. Это первое. Второе, что касается позволяют. Одним позволяют, другим нет. Хорошо себя ведешь, мы твоего оппонента так закроем, что вообще слышно не будет. Плохо себя ведешь, тебя закроем. Все понятно. Потом из числа бывших сотрудников администрации Обамы и других активистов демократической партии, там при этих соцсетях создаются целые отделы, которые занимаются, так сказать, чистотой, проверяют материалы, которые публикуются на идеологическую чистоту, и все эти материалы удаляются. Там есть представитель мусульманского братства, одна активистка, такая исламистка, вошла в этот самый комитет по надзору. В общем, как-то все это напоминает мне что-то, что-то, что уже было в нашей истории. Ни здесь, ни в Америке, в той стране, в которой... К огромному сожалению, призрак вот этого самого коммунизма пришел теперь на американский континент, причем в северную часть, в южной он давно сидит. Да, все это печально. Друзья мои, материалы, которые публикует Леон, его выступления, его короткие такие записи, всегда содержательны, остры. Поэтому, ну, коль скоро YouTube не позволяет нам это делать, вот на WordPress будет блог с постоянно обновляющимися материалами, ну, и потом, я думаю, что вы все-таки сделаете свой веб-сайт, на котором вы будете все это размещать. Я думаю, это более надежный вариант. И то не факт, и то могут... Нет, это не факт, есть Google, который можно закрыть любой веб-сайт. Поэтому пока что, я пока буду строить веб-сайт, я буду делать все с WordPress блога, который то же самое, что веб-сайт. Надо просто будет им... Там у них есть два уровня. Один бесплатный, где они, в общем, легко тебя прикрывают, а другой платный, где, в общем, все-таки сложнее. Я как только все сконструирую... Он бесплатный у меня существует уже. Я сделаю его платным, там больше возможностей и т.д., и, так сказать, буду же, в общем, более независим. В конце концов, у нас отношения будут... Не они мне делают одолжение и предоставляют бесплатно, а у нас отношения, что называется, продавец-покупатель. Я купил, они мне предоставили. Там немножко юридически сложнее. Можно, но все-таки сложнее прикрыть. Кстати, мы тоже сталкиваемся с этим. Я уже сегодня упоминал о том, что наша программа, которую мы выставляем на YouTube, вдруг, если они начинают набирать какое-то количество зрителей, там, слушателей, пользователей, их тут же закрывают на якобы проверку на несколько дней. Испевают сразу же потоп людей, естественно, да. Абсолютно. И вот я наблюдаю прямой эфир, вдруг число, так сказать, живых зрителей растет, 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 потом бух, что-то цифра поменялась, цифра поменялась. Ладно. В общем, они объявили нам войну такую, холодную войну, но... Или информационную войну, информационную блокаду. Они затыкают рот тем, кто... Да, информационная блокада, именно так. ...не согласен с линией партии, демократической, демосоциально, какой угодно. Еще одна проблема, которая, на мой взгляд, носит такой глобальный характер, я имею в виду глобальный, она во всем мире сейчас происходит, это вот новые хунвибины, которые стирают память, свергают памятники, уничтожают все, что можно уничтожить. И вообще отцы-основатели, оказывается, это все подонки, которые создали самое отвратительное в мире государство, которое должно быть уничтожено, память о нем должна быть стерта, никакой истории, никакого упоминания, ну, кроме отдельных каких-то эпизодов, где, так сказать, от создания этой страны все только страдали. И, несмотря на то, что рабство буквально 155 лет назад было отменено, вот, они, оказывается, страдают по сей день и сегодня требуют от нас вставания на колени, целования ботинок, отчисления денег, и корпорации, большие корпорации очень легко, быстро прогнулись, сотни миллионов долларов отправляют, правда, потом выясняется, что все эти деньги оказываются в кармане избирательной кампании Демократической партии. По поводу памятников, больно смотреть, вот, смотришь, путешествуя по Америке, в городах, если бываешь, красивые, ухоженные города, центр города, красивые памятники, красивые, искусно сделанные, с точки зрения эстетики, не всегда вдаешься, так сказать, в политическую подоплеку, в идеологическую подоплеку, памятники красиво сделаны, эти варвары все это уничтожают, особенно такие знаковые фигуры, на сегодняшний день уже ни один памятник Джорджу Вашингтону изуродовали, скинули с пьедестала, обернули в американский флаг, это в Портленде, по-моему, в этой социалистической республике Орегон, обернули, завернули голову в американский флаг, скульптуру Вашингтона, сначала скинули с пьедестала, обернули в американский флаг и подожгли. Но это люди, это американцы, эти люди... У меня не хватает слов цензурных, чтобы выразить мое... Сережа, я должен, наверное, сказать что-то, что не совсем понравится народу, который будет это слушать. А, значит, та сторона, которая разрушает, она выходит в достаточных количествах на улицу. Причем, так сказать, 90% черные, там есть белые, так сказать, но 90% черные. Черных в Америке 13%, белых в Америке 61-62%. Черные выходят и, значит, не за секунду, но, так сказать, снимают этот памятник. Я не вижу, чтобы белые, которые, вот, консерваторы, хотят оставить Америку, любят Америку и тому подобное, возмущались бы этим, выходили и защищали эти памятники. Ну, выходит 23 человек, на них выходит толпа, там, полторы-две, пять тысяч. И на этом все заканчивается, хорошо, если не убьют, да, потому что полиция не вмешивается, им дан приказ не вмешиваться. То есть, иными словами, а есть активная группа, которой не нравится Америке, и нет ни одной группы, которой достаточно бы нравилась Америка, что она пошла ее защищать. Нету, нету. Нам рассказывают о том, что где-то там, в каких-то там городах, в Средней Америке, есть люди там с оружием, которые не дадут, да. Пока что мы не видели ни одного такого случая. Может быть, это все происходит в городах, в которых их нету, а может, происходит в городах, где людям наплевать на это, и просто думают, да ладно, пронесет, в конце концов. Привожу пример с нашим населением. Еще раз, у меня подписаны в общей сложности на Ютьюбе и на Фейсбуке где-то 75-80 тысяч человек. То есть, информацию, которую я ставлю, доносится до этих людей сразу же. Кто-то хочет потом ее читать, кто-то сам передавать кому-то, кто-то не хочет. Это их дело. А доносится до 80 тысяч человек. Я как-то предложил подписать петицию, связанную с, давайте, так сказать, выходить обратно на работу, не убивайте наши бизнесы. Когда я начал об этом говорить, было буря желания, так сказать, поучаствовать в этом. Значит, на сайте Белого дома есть такая возможность, если ты набираешь за месяц 100 тысяч голосов, то это приносится в Белый дом Трампу. Ну, может, не сам он сразу же читает, но кто-то из-за ближайшего окружения. И реагирует. Я все это написал, мне сказали, да, да, немерено. Все, что нужно было сделать, это я составил петицию, все сделал, да. Это кликнуть на хочу подписать, впечатать свое имя и кликнуть подписал. Все, больше ничего. Значит, вот из 80 тысяч человек 165 это сделали. Из 80 тысяч человек сделали 165. Дальше я предложил выйти на пляж наш Лос-Анджелеский, здесь, и договорился, что если бы 200 человек из России, там, из бывшего Советского кризиса придут, то и представители компании Трампа, и всякие люди с лозунгами и тому подобное присоединятся к нам и сделают из этого большое, так сказать, дело, так сказать, перестаньте нас гномить и т.д. и т.п. Значит, все все время писали, что да-да-да, если бы я был, а я там приеду обязательно. В общем, 32 человека, 32 человека согласились прийти, обычно из этих людей, которые соглашаются, то есть, приходит половина, то есть, пришло бы 16 человек. Я пытался собрать деньги на 10 мультиков, всех-то делал, я их написал, сделал раскадровку, нашел все, что нужно было. Значит, 10 трехминутных мультиков, все, что мне нужно было, набрать 10 тысяч долларов на то, чтобы их создать. У меня люди сидели, извиняюсь, в Пакистане, в Молдавии и тому подобное, ждали мы его сигнала, и вот этих маленьких очень оплат, по 5 долларов за услуги, то, что делалось за 150 тысяч, я бы сделал за 10. я собрал, я не помню, сколько? 500 долларов, 520 долларов. Я послал их людям обратно, сказал, большое спасибо, не надо. Вот, значит, и т.д., то есть, иными словами, господа, если мы не готовы подписать, если мы не готовы по 4 часа потратить, выйти, если мы не готовы послать 50, 20, 10 долларов, то тогда бы надо. Значит, у нас будут срывать память, только бить наши машины, наши дети будут воспитываться в коммунизме, в ненависти к нам, и все будет так, как мы этого заслужили, мы это заслужили, и не надо мне говорить, ой, нас так мало, и мы такие старые, не умеем, и тому подобное. Я обратился сейчас к своим 80 тысяч подписчикам. Ребята, мне нужно, чтобы кто-то в 10-20 человек тратили полчаса в день и распространяли то, что я делаю, что вы пишете так необходимое, и так меня благодарите, и тому подобное. Значит, огромная просьба, найдитесь эти 10 человек распространять то, что я и говорю. Вам не нужно ничего уметь, вам нужно делать то-то, то-то и то-то. Вы знаете, сколько человек ответил из 80 тысяч? Два. Причем один из них написал, я старый, я не умею, так кто ко мне не обращаетесь. Все. Ну, ну, не хотим мы, мы хотим жить при коммуне. То есть, мы не хотим теоретически, да, но ничего делать для этого, мы не хотим. Так что, извиняюсь, да, но поделом нам, потому что мы пропустили воспитание следующего поколения, и мы ничего сами не хотим делать для того, чтобы следующие, следующее поколение жили нормальной жизнью. Точка. Только одну поправку. А вот те, кто сносили памятники в большинстве своем, это не черные, это белые, молодые. Те самые. Окей, я принимаю эту поправку. Их хорошо воспитали вместо нас с вами, хорошо воспитали школы и университеты. Вот тут абсолютно верно. И это трагедия. И это уже не одно поколение, к сожалению. Лен, давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, послушаем рекламное объявление. Я сегодня говорил о том, что теперь нужно обладать особой храбростью, особой отвагой, чтобы разместить рекламу на радио, которое пытается говорить вот таким языком, которое не становится в очередь целовать ботинки и становиться на колени и приносить извинения за грехи, которые мы не совершали. И винить себя за то, в чем мы не виноваты. И это вот люди, которые размещают здесь рекламу на нашем радио, они обладают определенной храбростью. Гражданским мужеством. Поэтому, пожалуйста, они поддерживают нас с вами, а вы поддерживаете их. Как это не печально, но сейчас мы живем в такое время. Хорошо, послушаем рекламное объявление. Возвращаемся к беседе с Леном Эйнштейном. Телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте, или он постарается на них ответить. Сегодня должно состояться, я не знаю, состоится ли, первое ралли вот после всех этих карантинов, этого безумия, президент должен обратиться к народу. Вокруг этого происходило много событий. Во-первых, средства массов... Сегодня или завтра? Сегодня, по-моему. Завтра, в субботу. Да? Окей. Я думаю, да. Возможно. По-разному. Или перенесли в связи с тем, что празднуется... Можно быть. То есть, но планировалось на сегодня, не знаю, возможно, перенесли в связи с тем, что празднуется как бы день, день 19-й, это вот день, когда, освободили рабов, может быть. Но вокруг этого много. Во-первых, средства массовой информации, которые призывали всех выйти, протестовать, и, так сказать, присоединиться, забыли на какое-то время о коронавирусе, просто забыли, просто как будто его не существует. И после того, как Трамп объявил о том, что он проводит вот такое ралли, опять снова включились, как-то выключатель включился, и теперь они только об этом и говорят. Да как они могут, да как он смеет, да он убийца, это же он... Вы уже посчитали, сколько человек будет, сколько человек будут возможных потенциальных носителей вируса и возможных потенциальных зараженных, и сколько они потом заразят, вернувшись с этого, то есть вокруг этого. Давайте попробуем принять звонок, а потом вернемся к этой теме. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Спасибо большое за вашу передачу. Вот у меня два вопроса. Я вчера посмотрела видео, где Круз интервьюирует этого Эпштейна, и тот говорит, что 2 миллиона 600 тысяч они свернули с консервативных вот демократических, и что в 2020 году они это могут сделать столько, сколько угодно. И я так испугалась страшно. Почему-то мне показалось, что они собираются это сделать электронный клей, и как это получается, я не думаю, что они просто могут уговорить. И второй мой вопрос, почему так Сопримкорд выражает против Трампа, возражает против Трампа вот с этим дата. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Ну, давайте, так сказать, оба вопроса оказались достаточно простыми и быстрыми. Значит, каким образом технологические гиганты, как их сейчас принято называть, могут повлиять на нас? Нет. Разговор идет не о том, чтобы электронным голосованием, об этом это, так сказать, еще одна придумка, которая просто, ну, скажем, разрушит систему выборов в США. А людям просто говорить им что-то, это очень, очень легко и не всегда работает. Разработанные технологии, которые применялись Геббельсом, они улучшены. Технологии, разработанные Россией, в Америке тоже, естественно, да. Каким образом действительно влиять на подкорку, влиять на ощущения, так сказать, людей. Сделать их из людей рациональных, людей эмоционально заряженных, чтобы эмоция перекрывала любую рациональность. Вот с помощью таких технологий, скажем, в свое время в России добились того, что 70 плюс процентов, действительно, так сказать, 70 плюс процентов российского населения голосовало за Путина и кричало «Крым наш», там, а Грузия, они считали, в Грузии живет 50 миллионов человек, она нападает на маленькую Россию. Выяснилось, что в Грузии живет 4 миллиона человек, и на Россию, в которой там 150 миллионов, она никак не нападает. Ну, неважно. Значит, есть технологии, которые это делаются. Так вот, эти технологии позволили, как сказал Эпстайн, от 2 до 5 миллионов человек перевести из колонки голосующихся, колеблющихся, да, из колонки голосующих за республиканцев в колонку голосующих за демократов. И он сказал, что есть возможность перевода в 2020 году от 15 до 20 миллионов человек, опять же, из колонки, так сказать, республиканцев или колеблющихся в колонку демократов. Это то, что они сказали. Правда это, неправда, Не знаю, я ему верю И поэтому совершенно необходимо Чтобы постоянно Наша сторона тоже что-то делает Чего, я уже сказал, она не делает Не только русскоговорящие Сидят и смотрят по телевизору Или из окон, как памятники Которые они любят в их город И разрушают Они спокойно сидят дома и показывают детям пальцем Смотри, что происходит Теперь, значит, Суприм Корт Нет, это не совсем так Суприм Корт сказал другое Суприм Корт сказал, что они абсолютно Согласны с Трампом Что у него есть право Остановить любое действие Которое инициировано Другим президентом Второе, что то, что сделал Обама Не было законным Но они при этом сказали, что Не предложено метода Как решить проблему, которая бы их устроила Вот суть того, что сказал Суприм Корт Да Второй раз, по-моему, Суприм Корт Вот таким образом выкрутился из сложной ситуации Первый раз, когда они голосовали Рассматривали вопрос о законности Обама Керр И Джан Робертс придумал Такой трик Штраф Он называл налогом И таким образом он стал законным Ну и сейчас То есть, по сути дела Они признали Да, они признали, что Указ Обама был незаконным Все девять судей согласились Что он был незаконным И что Трамп имеет право Отменить этот указ Но вот, дескать, надо подробнее написать Каким образом это сделать На самом деле это Это сложная очень проблема, Сережа И для наших слушателей Вы понимаете, значит Как бы Если идти, ну, совсем по сухому закону Человек приехал сюда Значит Не родился здесь Родился здесь тоже бред полный Ну, неважно Из-за конца Родился здесь, все, американец Не родился здесь, значит, ты не американец Значит, если тебя поймали на этом То уезжай обратно в свою страну А проблема заключается в следующем Значит, давайте представимся Что человек приехал Когда ему было 4 месяца 4 года Там, 11 лет, 13 лет Он не помнит Никакую свою страну Он не знает свою страну Он прожил уже, черти, сколько лет здесь Это его страна Он учился в школе, естественно Многие из них там работают Или работали Законно-незаконно Так сказать, каким-то образом Да Но это Они тут живут Я понимаю, что Хочется сказать Раз ты не родился здесь Ты нарушил закон Уезжай Но они не совсем те Кто нарушали законы Их взяли с собой и привезли У меня, так сказать Я в обе стороны То есть я с одной стороны Я понимаю, что надо Чтобы закон поддерживался А с другой стороны Я думаю Ну приехал ребенок Ему 14 лет Уже не маленький Да Приехал с родителями Сам ничего не решал Его взяли Сюда привезли Там через год Он пошел учиться В американскую школу Приобрел друзей Пошел работать И что ему сейчас говорить Поезжай обратно В Гватемалу Не знаю Это очень сложный момент Очень сложный момент И он может решиться Только законодательным путем То есть Конгресс должен Принять закон Была попытка такая Кстати, Трамп предлагал вариант Каким образом это сделал Там 4 пункта было С одной стороны Как бы Решить проблему Этих дримеров Так называемых С другой стороны Несколько упорядочить Иммиграционную систему Иммиграционное законодательство И если вы помните Ну демократы И спасибо Полу В кавычках Полу Райану Спасибо за это Который Так сказать С блеском Всю эту идею провалил Поэтому Конечно Это должен Должен решать Конгресс Но Похоже что Похоже что Демократов устраивает Вот такое положение Восьмисот тысяч В этом же смысл Смысл создать Узкое горлышко А потом кричать Что вот там что-то происходит И набирать на это голоса Они же ведь не проблема Решать хотят Я сегодня Ехал вот Так сказать На нашу передачу С вами Значит В машине сидел И как раз Деннис Прегер Там что-то рассказывал Позвонил ему Черный мужик Черный Сказал что я афроамериканец Поэтому он черный Такой В возрасте там 70 плюс И говорит Деннис Вот я говорит Работаю еще Ведь последние годы Уже на пенсии Но работаю Я ставлю машину По-моему В Чикаго живу Я ставлю машину Четыре квартала от дома Там у нас стоянка Потом иду пешком домой И я говорит Так получается Я почти все время приезжаю Когда уже темно Он говорит Это самое страшное Вот эти вот Десять минут Прохода от машины к дому Время моей жизни Он говорит Я так Не боялся никогда в жизни И говорит И я не боюсь Когда я вижу полицейскую машину Я сразу вздыхаю С облегчением Но когда ее нету Когда нет полицейских Он говорит У нас убивают Легко Подходят И ножом тебя Открут Просто так Не потому что Просто не понравился Подошел Который говорит Они даже не пьяные И не под дракс Они просто Шутят Подошел И взял Стопнул тебя Чем-то тяжелый Просто кулаком Говорит По виску Ты упал Я уже старый человек Я не могу защищаться Особенно если их несколько Это говорит Страх То что происходит Поэтому Точка Извиняюсь Да Я прервал В то же время Когда слушаешь Политиков Демократов Они рассказывают Совершенно о другом Начинают Рассказывать о том Что я боюсь Когда мой ребенок Выходит На улицу Если он столкнется С полицейским Вернется ли он домой И даже я Там вот Председатель Этого кокоса черного Говорит Много лет у меня заняло Пока я Избавилась от страха Когда я еду в машине И вдруг полицейская машина И останусь ли я жива Вы понимаете И вот это вот Постоянно на телеканале И богиноголовые Все это впитывают в себя И действительно Послушайте Расизм Полицию Надо срочно уничтожить Разобрать И в школах Выступила Тут у нас местная Да Если у нас Можно У меня есть пять минут Я бы хотел Про памятники поговорить Да Давайте Примем звонок И потом поговорим Про памятники Хорошо Добрый день Здравствуйте Вы знаете Вот если посмотришь На интернет По поводу Решения Верховного суда То заголовки Все Настолько Спальсифицированы И Манипуляции Мнением Значит Все заголовки Говорят о том Что Трамп Фейлд То есть Трамп Проиграл И Значит Верховный совет Большинством Проголосовал Против Вот этого Дела Которое Выдвинул Трамп То есть Вот то что вы Рассказали И то что в заголовках Полная противоположность И вообще Очень трудно Последнее время Раньше это было В общем-то Что Не всегда Как бы Зная материал Не всегда Ты видишь Что отражается Это На интернете А сейчас Это просто Газета правда Может отдыхать И Гебельского И тоже Спасибо большое Ну хорошо Да Это Знаете что Давайте Давайте мы поймем Вот Что идет война Идет борьба Борьба Ну я бы сказал Не на жизнь Не на смерть Потому что На самом деле Убили уже Огромное количество Полицейских Подходя сзади И стреляя им Так сказать В затылок А при этом Остальные Кто там стоял Не видели ничего Не слышали ничего И тому подобное А Сбивают машинами Полицейских Насмерть Некоторых Некоторых Калечат на всю Оставшуюся жизнь Просто врезаются В толпу Там и т.д То есть Идет война Но война Это Это уже Подхвачено Подонками Но еще Большие Подонки Это те Которые раздувают Все это А именно Те Которые сидят На брифинге У президента И задают Не задают Вопросы А Ведут себя Так Как будто Они Вот здесь Вот Они воюют С нами Со всеми И они воюют Значит Смотрите Что происходит В университетах Смотрите Что происходит В социальных сетях Смотрите Что происходит В печати На телевидении И тому подобное Значит Я не говорю Давайте привыкнем И успокоимся Давайте привыкнем К тому Что с нами Боятся И пока мы Самый Слабый И немощный Пенсионер Не сказали Себе Что я Тоже Буду Бороться Обратно И вот Что могу Делать Буду Делать Вот я говорю Это и понимаю Что это все Проедет Мимо ушей Всех Почти Всех Кто это Слушает И мне это Так обидно Потому что Каждый будет Думать о том Что Ладно Пусть остальные Делают Без меня тоже Я то один Чего Добавлю Не добавлю Я лучше посижу Дома Мне легче Переговариваться По телефону Или звонить на радио И говорить Как все ужасно Я сейчас не говорю Что звонящие Вот такие люди Я просто говорю О том Что мы Ничего не делаем Нам так По делу Так нам и надо Вот Мы умудрились Мы это Наше поколение Не обязательно Те люди Которые приехали С Советского Союза Мы умудрились Эту страну Господа Изнутри Разрушить Тем что Мы ничего не делали Ладно Давайте про памятник Если у нас нет Телефонных звонков Да Сережа Давайте Потому что Эта тема Действительно Я знаю Что я звучу Так довольно горько Но у меня просто Я ошарашен Просто ошарашен Нежеланием Поднимать Ни одного пальца Для того Чтобы что-то сделать Для того Чтобы что-то изменить Ни одного пальца Полная фантастика Вот здесь памятник Давайте представим себе На секунду Что вот Вы живете В маленьком городе В котором В центральном Так сказать Каком-то скверике Да Поставлен большой памятник Адольфу Гитлеру А Как вы отнесетесь К тому Что будут люди Которые захотят Развить молотками Я думаю Что вы отнесетесь Положительно По крайней мере Та часть Которая Еврейское Население Да я надеюсь Что все остальные тоже Но по крайней мере Еврейское Значит Уже мы Не против того Чтобы что-то Разбивалось Давайте найдем Кредит Скажем так сказать Людям Каким-то Другой расы Коричневые Черные Не знаю Кое угодно Что они Видя В своем городе В своем квартале В своем Памятнике Людям Которые С их точки зрения Занимались тем Что они Убивали Пропагандировали Торговали И тому подобное Рабами Даже при том Что они были Может быть Великими людьми В какой-то Другой С точки зрения Им У них Ненависть К этому И у них Ощущение Что это Против них И что Вот никто Не понимает Их боли И тому подобное Они пытаются Разбить эти Памятники Значит Я бы Подходил Да Проблема Только в том Что сегодня Ты разбиваешь Этот памятник Потом ты Разбиваешь Памятник Человеку Который Просто потому Что называется Все так жили Имел Каких-то Рабов Ничего плохого Что называется Им специально Не делал Занимался Поэзией Или чем-то Еще Вот Потом ты Начинаешь Жечь книги Которые Описывают Рабов Потом ты Начинаешь Жечь книги Людей У которых Не дай бог Были друзья У которых Были рабы Мы там 200 лет тому Азат Они ничего Поэтому не сказали И т.д. и т.п. Значит Не то что Ты не пришел В школу Вовремя А завтра Ты Родину Придашь Но Должно быть Какое-то Понимание У нас У всех Того Что есть Памятники Легитимные А именно Памятники Которые Поставлены Каким-то Людям Которые Здесь Завершили Что-то важное Что-то важное Что мы хотели Чтобы осталось О них память И они исторически важны Либо памятники Которые представляют Из себя Культурную Ценность А есть Некие постаменты Которые Просто Поставлены Потому что Вот Этот конкретный Человек Разрушил Это конкретное Что-то Или просто Как Владимир Ильича Ленина Дублицировали В каждом городе 20 статуй 40 балерьефов И еще Сталина Мы ведь Все очень хорошо Относились К тому Чтобы Полотками Сбивали Эти барельефы Разбивали Статую И скидывали Статую Держинского Поэтому Надо к этому Относиться Как-то так Что Не трогайте Культурные ценности Нельзя трогать На защиту Их надо становиться А если Это Вот Такой Растиражированный Ленин Который Не представляет Ни Ну Подонком Страшным Убийцей Кошмарным Совершенно Не знаю Чем он лучше Сталина Абсолютно Такой же Может еще и хуже Троцкий Неизвестно Чем он лучше Кстати Сталина Может такой же А может еще и хуже Мы не знаем Ужасный Подонок Был Кошмарный Вот Хочется Разбить Им всем Статуи Вычеркнуть Их Из истории Из памяти И тому подобное Вот Должно поставить Какую-то Вот Такую Жирную точку И сказать Что вот Это Можно А это Не является Посягательством Потому что Не по тому поводу Что он разрушил Советский Союз Разрушил Россию Убил миллионы людей И тому подобное Ему поставил Поставлен памятник А почему-то Другому Либо потому что Как я уже сказал Какая-то культурная церковь Вот Так что Само Разбивание Памятников Меня не волнует Меня волнует Когда это Когда это Идет Волна Когда это Уже наплевать Главное Поддакивать Да Мы сейчас Нэнси Пелоси 30 лет Сидит в Конгрессе Нормально было Чтобы смотреть На своих собственных Родственников Дальних Предков Которые воевали За конфедератов У нее нормально Все это было С этим Но как только Черные Значит Начали Вот черное Black Lives Matter Надо сразу же Выносить Там 8 человек Из Из Портрета Снимать Снимать Какие-то Памяти Вот это Вызывает У меня Отвращение Из Такой Убежденный Человек Борис Всю свою Жизнь За это И вот Когда набрал Достаточно Новый Людей Которые Тоже Так Считают Она Проголосовали И сняли Тогда Окей Что касается Памятников Значит Отцов Основателей Обвиняют В том Что они Были Рабовладельцами Это Безусловно Ситуация Но никто Не приветствует Это И поэтому Собственно В 155 Это было Прилето В те времена Абсолютно Я Это была Норма Не к тому Что я Как приветствую Да Мне бы не хотелось Не быть рабом И честно говоря Не хотел бы Иметь рабом По целому Ряду причин Но Мир жил По этому поводу Африка жила Так Европа жила Так Азия жила Так Одно племя Захватывало Других Часть вырезала Часть забирала Себя И у них были Ромами Это был Принятый способ Потом Белые люди Белые люди Какей же Раса Кавказская Начала С этим Бороться Потому что Они поняли Насколько Это Сначала Они поняли Что это Непродуктивно А потом Они начали Понимать Что это Мало того Что непродуктивно Еще и Ну скажем так Да Ну Не вписывается В библейское Понимание Справедливости Вот Хотя Как бы Так сказать В Библии Я Не поощряется Но я не помню Что там Где-то Когда-либо Говорилось бы Что это плохо Да Вот То есть В те времена Это было Принятое дело Так сказать На тебя кто-то Напал Ты напала Обратно Кто кого победил Тот Так сказать Разрушил Поселение И забрал себе Часть населения Для того Чтобы они Служили на тебя То есть С высоты Сегодняшнего дня Судить о том Что происходило Тогда И Так сказать Судить Это Это не имеет смысла Это бессмысленно И когда Люди умные Образованные Говорят Что то Что происходит Сегодня на улицах Не имеет Ничего общего С политикой Меня удивляет Как минимум Наивность Этих людей Потому что Памятники Некоторые памятники Которые В сносе Которых Люди Принимают Участие Они даже Не знают Кто это Что это И в чем Его обвинить Так поголовно Все они Расисты Все они Рабовладельцы Всех их Снести За этим Все что происходит Сегодня на улице Все что происходит В течении Последних Наверное Не ошибусь Если я скажу Что в последние Четыре года Нет Гораздо раньше Вообще Практически Все что происходит В общественной жизни Так или иначе Связано с политикой А уж особенно То что происходит Сегодня Исключительно Политическая Подоплека Ничего более Борьба за власть Стали терять Популярность Демократы Среди афроамериканцев Нужно было Разыграть Традиционно Разыгрывается Расовая карта Ну потому что Вот так всегда было А сегодня Когда вдруг Популярность Трампа Среди афроамериканцев Взлетела до 40% Тут нужно просто Принимать какие-то Предпринимать Военные действия Нельзя Это вот так Оставить Да Несмотря на то Что сейчас Опросы Как бы показывают Я не очень верю Вопросам Но все равно Показывают Что Байден Чуть ли там Не до 15% Опережает Трампа По стране По популярности А сейчас С моей точки зрения Демократы Совершили страшную Для себя ошибку И очень рад Что ее совершили Я через минуту Закончить Я понимаю Что мы в конце В конце часа уже Дело в том Что лозунгом Демократов Стало Забрать деньги Не давать денег Финансирование Полицейским И практически Уничтожить Таким образом Полицию Вот это Невероятно Непопулярно Окажется Среди Скажем так сказать Вот большой отряд У нас есть такой Называется значит Женщины предместия Женщины предместия Голосуют традиционно За демократов Потому что Демократы Они более справедливые Они там больше дают Вы себе представляете О каком ужасе Они будут Когда они поймут Что демократы Оставят их без полиции Второе Огромное количество Черных Как вот этот Который звонил Я не просто рассказывал Который говорит Я себя чувствую нормально Только Когда есть Автомобиль С полицейскими Который проезжает Мимо Тогда ведь Я выдыхаю И быстро-быстро Иду домой Потому что Это единственный способ Добраться домой Без страхов Без ужасов И живым И он Огромное спасибо И до встречи В следующий раз До свидания Субтитры сделал DimaTorzok